Так, Илья Крикин. Не пойму, зачем Кремлю раскручивать Навального? Он же сидит. А, то есть он спрашивает, раскручивает ли Кремль Навального? Он же сидит. Вообще, какой в этом смысл? Хороший вопрос, Илья. Очень хороший вопрос. Значит, смотрите. Тринадцатый год. Две тысячи тринадцатый год. Еще жив Борис Немцов. В мире происходит огромное количество событий. Страны Балтии, агрессивная политика Кремля. Готовится уже Украина. Там какой-то переходной процесс. Начался еще Янукович. И в этот момент идет процесс. Вот этот вот Керафлец. И затрачивая огромные деньги, огромные, мы за этим следили, проведя рекламную кампанию, Кремль начал раскручивать Навального в этот момент, где-то в одиннадцатом году. В тринадцатом продолжает. И вот это там партия, группа Навального. Ну вот, как вы думаете, что они требуют? Свободы демократии? Нет. Нет. Вот эти огромные, я извиняюсь, невъебенные деньги тратятся на то, чтобы призвать людей собраться на Манежной площади и спросить Кремль. А за что вы хотите посадить Лешу? За что? Тогда он, в общем, был активистом. Это в чистом виде была раскрутка, вот этот судебный процесс. Каждый день средства массовой информации, там, все пропагандистские рассказывали, какой он плохой, Навальный. Но это технология. Вот. Странно, что это кому-то непонятно. Вот Михаил Касьянов, ну, никто. Ну, он жулик. Миша два процента. Чего о нем говорить-то? Гарль Каспаров? Ну, я, естественно, повторяю мысли Кремля или слова Кремля. Кто он такой? Шахматист. Какая позиция? Ну, пусть играет в шахматы и занимается своим делом. Никакая он не оппозиция. Но вытесняют из страны, арестовывают. Борис Немцов? Ну, это из бывших. Ну, кто он такой? Какой он лидер оппозиции? И Навальный лидер оппозиции. Он не лидер оппозиции. Михаил Ходорковский? Да убийца. Десять лет получил. Какой он оппозиционер? А вот Леша, да, Леша, да, Леша оппозиционер. Вот. И Леша призывает огромные деньги. Были истрачены на эту рекламную кампанию. Выйдем на Манежную площадь и обратимся к Кремлю, спросим. Кремль. Да кто вы хотите посадить Лешу? Он всего-навсего призывает националистов. Тогда ФБК еще не был раскручен. Призывает националистов присоединиться к протестному движению, к оппозиции националистов кремлевских, кстати. ДПНИ. Вот. Это что? Это борьба за демократию, свободу? Или все-таки это имитация борьбы? Или вот то, что там сейчас происходит? В мире огромное количество событий. А Кремль продолжает раскручивать вот эту идею там бедного Леши, которого надо защищать, который лидер оппозиции, который там продвигает свой фонд борьбы с коррупцией. Это партия какая-нибудь, которая ставит перед собой задачу там освобождения России? Нет. Может быть, это партия, которая там выступает за Казахстан сейчас, там за Украину или там за Грузию? Нет, все наоборот. Грузия – это грызуны там или там, не помню, как он их оскорблял. Крым не бутерброд, там нельзя его перекидывать. Вот. Значит, Кремль очень обоснованно действует. Я уже говорил, там большая группа, которая продвигает на основе последних теоретических разработок всю эту пропагандистскую кампанию. Вот одна из таких разработок – это интересно. Вот давайте встанем на место Кремля, на секундочку. Кремль рассматривает оппозиционное движение как паразитов, которых надо уничтожать. Ну вот, комары, да, уже поняли, уже открыли эту технологию уничтожения комаров, особенно тех, которые там лихорадку переносят. Технологии очень интересные. Выпускаются в природу комары, которые не могут заниматься размножением, самцы. Там же все на грани вот в животном мире. Там самка комара в результате этого цикла своего, она выпускает там 200-300 яиц, откладывает. Из них выживают 2-3 яйца. Остальные там едят рыбки, птички, другие насекомые, животные. Если чуть-чуть баланс вот этот нарушит, чуть-чуть, буквально там на несколько процентов, вот выпустить этих бесполых самцов, то начинает сокращаться популяция. Очень эффективный метод. Бесполые самцы. Самцы, которые там занимаются размножением, но в результате там самки не получают этого генетического материала. Я не знаю, есть ли у них сперматозоиды, как это там точно устроено, но не получают генетического материала и не откладывают яиц. И нарушается баланс. Эта технология, кстати говоря, очень эффективно была использована в Нью-Йорке для борьбы с крысами. Все то же самое. Выпускали бесполых самцов и популяция очень редко, резко сокращалась. Это, кстати, я вспомнил. Я сейчас начал с комаров. Был анекдот такой советский, что жена приходит к мужу и говорит, что сын-то у нас уже большой, 22 года. По-моему, он не знает, как это все устроено. Поговори с ним, расскажи про птичек, про рыбок. Значит, муж приходит, отец приходит, сын и говорит, слушай, помнишь, я тебя в отпуск брал, и мы с тобой по бледям ходили. Так вот, у рыбок и у птичек так же. Вот, значит, мы с вами, чтобы понять технологию, которую используют Кремль, значит, вот про рыбок и птичек сейчас поговорили. Ну, все то же самое. Какие цели у политического движения там, Навального, его политической партии, его политической группы, вообще вот этих разоблачений? Какие цели? Свержение Путина, борьба за свободу, гражданские права? Ну, нет, конечно. Цель? Продвижение, Леша? Цель продвижения, там, скажем, вот этих разоблачительных роликов? Ну, я уже говорил, это очень похоже на продвижение вот этих бесполых самцов. Не защита гражданских прав, не борьба за демократию, а борьба за освобождение Леши, борьба за против коррупции. Полезная идея борьба против коррупции, но когда она используется для замещения политической борьбы, это вот тот самый пример бесполых самцов. цель отвлечь внимание сегодня происходят там страшные катастрофические события в Казахстане. Ну, все очень похоже на то, что было в 68 году в Чехословакии. тогда вышли на Красную площадь мало людей, но все-таки протесты были, и не только на Красной площади, поддержка Чехословакии. А сегодня давайте поддержим Лешу, который сейчас выходит с требованием вывода войск из Казахстана. Это же ведь сейчас, наверное, поговорим об этом чуть позже. Это же ведь очень серьезно, это надолго. Войска, введенные в Казахстан сейчас, это как войска, введенные в Абхазию, Южную Осетию, в Молдову, в Крым, на восток Украины. Это оккупация. И не за нашу и вашу свободу предлагается выступать, а предлагается выступать за освобождение Леши. это очень эффективная технология, классика. И эти борьба с коррупцией, это вот как в советские времена называлась борьба с отдельными недостатками. Ну, есть коррупция, но надо с ней бороться. не свергать режим. Нет, зачем? Режим хороший, Путин вообще классный. И все его окружение, но у них есть недостатки, они немного подворовывают. Давайте бороться с отдельными недостатками. Вот у меня тут в ленте кто-то ругал очень Айдер, муж Дабаева и Бабченко за то, что они очень радикально выступают со своими русофобскими такими, человеконенавистническими, высказывает. Они наблюдают со стороны, понимаете, они наблюдают всю эту ситуацию со стороны, они видят, что солдаты российские, но они убивают все в крови, в Украине, в Казахстане теперь, в Грузии, господи, в самой России. И россияне все это терпят, все это принимают, продолжают поддерживать. Европейцы поддерживают фактически. Действительно, кто такие? Кто такие? Я не помню, когда последний раз их ругали, даже официальная пресса, пропаганда ругала Ходорковского, Каспарова, Касьянова, Володю Рыжку, кто там еще остался, сейчас Шандрович убежал, спас жизнь фактически себе, молодец. Вот, когда их ругали, нельзя, потому что это пропаганда, пропаганда продвигает негативным позиционированием Навального. Навальный самый опасный, все остальные никто, даже говорить о них не стоит. Вот, так что это, ну, технология замещения. Мы уже вон на 15 минут. Все. Все.